Вернуться к началу означает не посмотреть обложку, а перевернуть нужную страницу. Мэрт, письмо, письмо, которое тебе написал твой брат. Письмо. Мелеха, кажется, мы договаривались. Не будем поднимать эту тему. Оставь его в покое. Кто его тебе дал? Перестань, Мелеха. Я... Я в мастерской. Кто это был? Что он сказал, когда передал тебе письмо? Человек по имени Рамис. Это друг брата из тюрьмы. Он отдал мне письма и книги. Я недавно начал читать их. И кем он был раньше? Он был... ...владельцем казино. То есть главарем мафии? Я не знаю. Но он, кажется, неплохой человек. Он сказал, что заботился о брате в тюрьме. И давал совет. Какие советы? Он говорил ему, что делать, да? Это он изменил моего сына до неузнаваемости, да? Мама, он защищал брата. Почему ты считаешь, что он изменил его? Мэрт, ты знаешь, где живет этот человек? Что ты собралась делать, мама? Ты знаешь или нет? Я отвечу. Мама. Осторожнее, осторожнее, мама. Алло. Алло. Мелиха. Это Нукет. Я тетя Ишан. Что случилось, Нукет? Мы давно не виделись, но я знаю о твоем здоровье. Тебе лучше? Я прошу тебя об одолжении, Мелиха. Приходи ко мне завтра. Я в больнице. Что случилось? Я хочу передать тебе письмо. Письмо. Какое письмо? Что случилось, Нукет? Я должна отдать тебе письмо. Это важно. Приходи ко мне завтра. Спасибо вам. Она звонила кому-то по имени Мелиха. Она сказала ей, что должна передать ей письмо. Что? Какое письмо? Асель, дочка, я соскучился по тебе. Загляну к тебе завтра. Ну и что, что воскресенье так даже лучше? Будет менее благолюдно. Скажи, дочка. Скажи. Скажи правду. Скажи. Скажи, дочка. Скажи, милая. Скажи правду. Скажи. Скажи. Марфин. 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 Марфин.